В программе, поскольку товарищи очень занят, сегодня, завтра, вернее, будет у нас Ночь музея, как вы знаете. И если кто-нибудь успевает, и будет возможность, то мы можем составить, ну, понятие, кто хочет, и не забывайте, что это главный штаб после восьми, и может быть сюда все, кто-то болеет, что-то придется. У нас, ну, не прием, а вальский ужин, но мы постараемся и поработать. Да, хочу сказать, что, забегая вперед, что фактически мы будем участниками замечательного события Ночи музея в главном штабе, где будет открытый выставка 400 работ 50 молодых авторов, и некоторые эти авторы могут костям и посетителям главного штаба рассказать о своих проектах. Ну, и будет Николай Борисович. Я думаю, что многие из нас просто захотят поплывать в Ночи музеи и пообщаться. Так, продолжаем. Я хочу сейчас, мы, когда готовили программу, встречались с замечательным государственным университетом Мари Стереза, и мы там с ними общаемся, сотрудничаем. Они приготовили для нас приветствие, называется у нас приветствие, многонациональный акцент. Мы из Евразии. Пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Меня зовут Владислав Краснов, я из города Штапаровска. Мы студенты Московского государственного лингвистического университета, изучающие узбекский язык. Наша знакомство с этим языком началось не так давно, когда мы узнали, что будем изучать его в качестве здорового иностранного, и с тех пор мы открыли для себя совершенно с другой стороны. У нас появилась мотивация к изучению узбекского языка не только потому, что на нем говорили два гениальных узбекских поэтов, мыслители, государственные деятели, Алишер Новорит и Хиридит Муховат Бабу, но и потому, что знание узбекского языка позволит нам понимать и общаться с представителями более 20 национальностей. А энцикламинисты-пучок и целые прияги. Харифини, Фергани, Берми, Замаршари, Берзо-Узбек, Гога-Муша, Молодец Кисов. Так мы и погрузились в этот удивительный мир узбекского языка, культуры и истории. Отчего стоит образовывая узбекская кухня, приобщаться к которой гораздо приятнее, зная язык? Мы точно знаем, что изучение узбекского языка принесет нам множество удивительных открытий. И, в завершем выступлении, хотелось бы пословать великого узбекского поэта Алишер Новорит. Олама, ты, билетинский, иш, эмас, душ, манлей. Йор, ли, билетинский, эру, билев, иш. Поймите, люди, все земли. Вражда – плохое дело. Живите в дружбе между собой. Нет лучшего вам дела. Городинский «Чили от Молдове» НУММЕЙ ДА ПЕЧОАГА, УНДА ЖОКЕ МОЛДАВЕЙ, АККОЛО ПОЙМИНТОВЧЕ, УНДА МОЛДАВЕЙ САТУНЕ, АККОЛО КЛИБУЕ МОНИКО. ВИНЕ ОТСМЕНИТЬ ПРО ФЕСТИБАЛЛУ НОС. МЕНЯ ЗАВАЦИЛА НЕГИ, КИА АРМЯН, УЖЕ В ТОРОЙ ГОД ЕЗУЧАЕМ ПОСИТАРСКИНЕ ЗЫК РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА. ЯЗЫК ЕЗГЕНИЯ РОК, АВТРА ВАЙСИЛС ФИЛЬМОВА, ВАССА ВНЕЖНИЙ ЗВИК. ПОСУЧИТ ВЕССНОРОДНОМ ТВОРЧЕСТВА, НЕ ЧАСТО ПРОХОДИЛСЯ ВСТУПАТЬ С ПЕСНЯМИ И ТАНСАМИ РАЗНОГО КУЛЬТУР, В ТОМЧЕСТВЕ МОЛДАВСКИХ. МНЕ БЫ ХОТЕЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО ТАНЦЕВАТЬ В ЛАНДАВСКУ УХОР, НО И ЗУЧАТЬ ЭТИ ПРЕКРАСКИЙ ИЗЫК. МОЛЬЦИМЕСК КЕНТРУ ОРТЕНСИ, СПАСИБЫ ЗА ВНИМАНИ, ЧНО РАКОЛЮТСЯ, ЧАДРУЦАНИ НА МАРШЕ. МОЛЬЦИМЕСКИЙ ИЗУЧАЮ ИЗУЧАЮ ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫКЕ, ЕЩЕ СО ШКОЛЫ Я УВЛЕТАЛАСЯ В ИТИ КУРЫ ХРАНУ, ПО ЭТО НЕ ВСЕДАЛА Я ПОСЕЩАЛА ГРАНУ, ЦЕРКИ, СОБОРЫ, ОДНАЖДЕЛЕ Я УЗНАЛА О НЕ СОВЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНОГО ГРУЗИНСКИЙ УХРАНУ, В МОСКВЕ, НО, ЗНАИТЕ, КАДЛЯ Я ГОДАЛАСЬ ТАМ, Я БЫЛА ОЧЕРОВАН ГОЛОС СИЧАНОСЛУЖИТЕЛЯ, КОТОРЯ ЧИТАЛА МОЛИТВУ КАК НА ДРЕВНЕЙ ГРУЗИНСКОМ И ЦИРКОЙ НА СЛОВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ, И ЦАРЯЩИЕ В ТАМ СПОКОЙСТВУЮ, И ВСЕ ЭТО ПРОНЗИЛО МЯ ДО ГЛУБИНЫЙ ДУШИ, И Я ЗАДАЛАСЬ ЦЕНЕ ВЛУЧИТЬ ГРУЗИНСКИЙ ЯЗЫКЕ, ТАТИМ ОБРАЗОВ, Я ИЗУЧАЮ 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 ИЗУЧ ИЗУЧАЮ 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 ИЗУЧ или художественную лидературу и в том числе произведения Айтматева. Летом, перед поступлением в университет, я узнала, что в московском Ильязе есть самое большое количество языков, в том числе в Украине Айзе. Я узнала, что есть центр имени Ченгита Айтматева. И тогда всё сложилось. Я осознала, что это мой путь. Сейчас я на первом курсе изучаю ютубийский язык и уже читаю произведение Айтматова на его родном языке. Джамиля! Девчаш валача шелук топ. Джамиля! Девельмена. Давыда я чулка крыб. Джамиля! Девчаш валача шелук топ. 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 Ассаламу алейкум, дустойм, побегу на мне одессе. Меня зовут Кузя Никита, я из города Челку, и на протяжении всей своей учебы я слышал один вопрос. Почему танцюрский? Так вот, с детства мама мне часто читала книги, самые разные, но особенно мне нравились сборники стихов. Там были и русские, и европейские, и восточные авторы. Как раз в болезни древней Персии мне нравилось больше всего. С годами я все больше и больше погружался в прощества Хайяма, Саади, Рудаки и Гердаси, и других классиков. И когда началось время играть язык, я узнал список таджийский. И вспомнил, что именно этот вариант парси ближе всего к слову великих поэтов. Так и началось мое погружение к таинственным миром таджийского языка. И, доказательственно приносит всему делу, я хотел бы прочитать один актрилок из произведений Пердауси, Который сопровождает кино, так же и все моего человека. Таоно буват, а кидоно буват. Зидониш твитпир варно буват. Падониш буват, макдра вабруй. Бадену ниши, то тавони макуй. Чино хуш буват, дусти богасе. Ки бахану дра, зидониш басе. Меня зовут Ольга и я изучаю армянский. За все это время я узнала много удивительных фактов в этой стране. Например, более 100 тысяч лет армяне заселили территорию современной Армении. А также считается, что именно у Гарриара, по легенде, остановился Ноев Ковчег. Эта страна, флаг, которая напрямую связана с абрикосами. Только здесь речь ведется как музыка. А когда хим говорит по-русски, я все равно слышу армянскую речь. И, знаете, выбор языка уже вопрос не стоял даже об этом. И, знаете, у Гарриара, я все равно слышу армянскую речь. АПЛОДИСМЕНТЫ И, знаете, я все равно слышу армянскую речь. АПЛОДИСМЕНТЫ КЛИМТАПАЙ ВАКТАНБА ОРИМТАПАЙ ВАКТАНБА КУМАР НАНИК ШАКТАНБА ОИНА ПОСКА КЮРУГИЯ Бес мерсиле каши пол, Бес мерсиле асси пол, Адамболам бессимис, Телевы амирин алденда, Оганкаю бессимис. Интересуюсь не только историей России, но и историей стран СНГ. И там я решила выучить историю Республики Казахстан. Влюбилась в эту страну, в ее культуру, захотела изучать казахский язык и посетить Республику Казахстан. И вот, спустя 3 года изучения казахского языка, мне выдалась возможность поехать на стажировку в Республику Казахстан в город Алматы. Я вернулась буквально неделю назад и могу сказать о том, что Казахстан покорил меня своей природой и культурой. Это была незабываемая стажировка. Если здесь казахские коллеги мужчину, учтите уже, она покорена. Так что, так что будьте. Спасибо вам за это приветствие. По-моему, хорошее приветствие. Это будет не наше приветствие. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.